Территория спорта день за днём становится всё больше и больше. Нам нужно двигаться быстрее, чтобы успевать за петербургскими любителями активного образа жизни. В рубрике «Бегущий Питер» мы показываем яркие беговые старты северной столицы, от знаменитых марафонов до обычных забегов, доступных каждому. Миростремительно меняется, а бег никогда не устареет. Марафоны и короткие забеги проходят в Петербурге практически круглый год. Разве что в ноябре-декабре любители спорта обычно отдыхают, покупают подарки к праздникам и готовятся к новому сезону. В январе-феврале уже можно вовсю бегать. Однако зимний бег – очень специфичное занятие, которое любят далеко не все. Да и от погоды здесь слишком много зависит. Классический беговой сезон начинается в марте, когда небо проясняется, а люди снимают шапки и убирают лыжи на балкон. Пока ещё есть время подготовиться и заявиться, мы показываем вам беговой календарь Петербурга на 2023 год – с марта до конца октября. Конечно, сюда входят только самые массовые и популярные старты. Рядовые забеги в парках сосчитать практически невозможно, зато можно попытаться заявиться на все и поучаствовать хотя бы в малой части. Крупные забеги проходят во многих районах Петербурга и в ближайших пригородах, таких как Гатчина, Зеленогорск или Павловск. Любители бега могут выбирать – забег в живописном уголке города, например, в Царском селе, пробежка по Крестовскому острову или классический эффектный старт в историческом центре. А может быть тихий и уютный парк интернационалистов или лесная сосновка? Выбор за вами. Например, март начинается с подготовки к весеннему марафону Ордена Святой Екатерины в Удельном парке. Пафосное название здесь не просто так. Финишерам реально вручают реплику Ордена Российской Империи, помимо всяческих спонсорских призов. Пусть вас никогда не смущает слово «марафон» в названии, все основные современные старты предлагают широкий спектр дистанций вплоть до самых коротких. Здесь, например, будет множество дистанций вплоть до одного километра – северной ходьбы. А иначе пех не был бы так популярен, ведь полноформатный марафон осилят немногие. Апрель – это время кроссов, то есть забегов по пересеченной местности. В это время года погода нормализуется, дорожки высыхают, и уже можно бегать по парку, лотую по лесу без риска для жизни. В то же время в апреле проходит арена-полумарафон у «Газпром-арены» в самом спортивном месте города. Майский царско-сельский марафон проходит в одном из самых красивых и уютных мест России. Водопаук в этом году принимает чемпионат России по марафонскому бегу. Между прочим, царское село – это родина российского спортивного бега. Именно здесь в 1888 году – да, красивая дата – был основан первый профессиональный клуб и проведены соревнования. Здешние трассы сертифицированы по мировым стандартам, то есть на них официально можно фиксировать рекорды. Так что у вас есть все шансы утереть нос эфиопским и кенийским чемпионам. Летом в Петербурге проходит великое множество стартов, но, конечно, все первым делом вспоминают «Белые ночи». Эффектнейший забег по всему историческому центру, собиравший в лучшие годы спортсменов из 70 стран мира. Ковид и политика мешают развиваться, но лучшие времена еще вернутся. И да, «Белые ночи» остаются ночным забегом. Старты в 9 и 10 вечера, а финиши – ну, как добежите. Все равно в период «Белых ночей» засыпать тяжело, так что остается гулять и бегать до упада. Впрочем, спортсмены уважают традиции, а в плане истории невозможно тягаться с сентябрьским забегом «Петербург-Пушкин», также просто известным как «Петербургский марафон». В этом году ему исполняется ровно 100 лет. Это старейший существующий легкоатлетический пробег России и один из старейших в Европе. Наверное, многие проходили Московский проспект от начала до конца на прогулке. А как вам идея добежать из Пушкина до центра? Это, конечно, серьезное испытание для настоящих фанатов бега. На петербургском марафоне много лет побеждал Алексей Соколов, один из немногих атлетов 21 века, кто хотя бы пытался тягаться с африканскими чемпионами. «Полотая осень» позволяет устраивать красивейшие забеги в парках, и чем больше шуршащей зелени, тем лучше. Поэтому именно в октябре проходит Павловский забег в городе-заповеднике. Это один из самых приятных для глаз забегов северной столицы. Никаких трасс, мелькающих огней и высоток. Только зелень и исторические здания. Не забудем уникальный опыт Кубка губернатора Санкт-Петербурга. Четыре этапа этой серии проходят в четыре разных времени года. О первом этапе мы недавно рассказывали. Он был зимним и прошел в марте. Да, по календарю это не зима, но по сугробам и погоде все правильно. Можно перечислять еще очень долго, но пока мы рассказываем, время для регистрации уходит. Так что хватит сидеть и ждать. Заявляемся и участвуем. Редактор субтитров А.Семкин